Здравствуйте, мальчики, и здравствуйте, девочки. Здравствуйте, ребята. Мяу. Привет, колючая голова. Явился? Эх, значит, опять в задачах будем грибы собирать. Да, мяу. Вот, 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 вот. Ты знаешь кто? Ты полосатый воображала. Мяу. Это почему же я воображала? Потому, потому что умнее всех себя считаешь и насмешничаешь. Мяу, как же тут не насмешничать, если чуть ли не на всех уроках по арифметике ты все рассказываешь, какую гору грибов насобирал. Как же ты не понимаешь, Афоня? Это Катя такие примеры выбирает, чтобы детям было понятно и привычно считать. Ну, конечно. Только можно, можно, например, считать блюдце с молоком или рыбок считать. Вот, скажи, что, они хуже, что ли, твоих грибов, а? Да нет, Афоня, не хуже. Просто мы с Ерошкой заранее приготовили задачи про грибы, а потом сделали из них стихи. Ой, Катя, Катя, здравствуйте, Катя, здравствуйте. Здравствуй, Ерошка, здравствуй, Афоня. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, мои маленькие телезрители. Начинаем наш веселый урок. Сегодня мы с вами познакомимся с новым числом. Интересно, интересно. И что же это за такое новое число? Сейчас узнаете. Не торопись, Афоня. На моей руке пять пальцев, Пять хватальцев, пять держальцев, Чтоб строгать и чтоб пилить, Чтобы брать и чтоб дарить. Их нетрудно сосчитать. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Да, 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 пять, пять. Как же это вы догадались, что пять? А мы догадались по рифме, по рифме. Вы же сказали, что у вас пять пальцев. Их нетрудно сосчитать. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так. Какой ты взаправду сообразительный, Афоня. Да. А, Катя, а я тоже знал, я знал, Я даже знаю, как получается число пять из грибов. Ну-ка, скажи-ка нам, Ерошка, как получается число пять? Вот как получается. Вот. Ежик по лесу шел, На обед грибы нашел, Два под березкой, Три у осины. Сколько их будет в плетеной корзине, а? Замечательная загадка. Молодец, Ерошка. Катя, Катя, а можно, можно я сам отгадаю, скажу? Можно? Ну, ты же сам ее придумал. Вот пусть лучше Афоня попробует отгадать. Ну, попробуй, а? Пожалуйста, мяу. Значит, два гриба плюс три гриба, Получается пять грибов. Мяу. Пять грибов нашел в лукошке наш Ерошка. Вот видишь, у меня даже ответ получился в рифму. Какой ты молодец, Афоня. Ты справился с задачей. Катя, а у меня тоже есть загадка. Мяу. Давай, давай свою загадку, Афоня. Слушайте. У стены стоят кадушки, в каждой ровно по лягушке. Если было бы пять кадушек, сколько было бы лягушек? Хорошая загадка, Афоня. Но давайте-ка отгадку оставим нашим маленьким малышам. Малыши, подумайте, сколько лягушек получается. И пришлите нам отгадку. Да, да, правильно, правильно. Пришлите нам отгадку. Катя, а вот интересно, а как выглядит цифра пять? А, сейчас я вам покажу. Мы с вами, малыши, знаем уже цифру один, цифру два, цифру три, цифру четыре. А потом пошла плясать по бумаге цифра пять. Руку вправо протянула, ножку круто изогнула. Катя, очень смешно вы сказали про цифру пять. Очень смешно. А это не я сказала, а детский поэт Маршак. А у меня для вас ищего есть стишок. Вот послушайте. На что похожа цифра пять? На серп, конечно, как не знать. Согласны, похоже? Мяу, правда, похоже. На серп похожа цифра пять. А между прочим, цифру пять, а еще как ее называют пятерка, ставят ученикам за хорошую учебу. Катя, я думаю, мы с Ерошкой заработали пятерку. О, Афоня, не хвастайся. Нельзя. Ученики сами себе оценку не ставят. Оценку ставит только учительница. Правда, Катя? Правильно, Ерошка. Но Афоня тоже прав. Вы заслужили сегодня по пятерке. Ура, ура, ура! Мы заслужили по пятерке. Вот так слышал? Малыши, а вам я тоже желаю учиться и вести себя на пять. А сейчас нам пора заканчивать наш урок. Давайте прощаться с малышами. До свидания, мальчики и девочки. Пока, пока, ребята. До новых встреч. Всего вам самого доброго, малыши. Редактор субтитров А.Семкин